Доброе утро, мои хорошие! Я начинаю новый влог. Сегодня пасмурная погода, сейчас время 10 часов утра, солнышко не выглядывает и даже, мне кажется, сегодня будет дождик. Мы с Триксиком только проснулись, давайте покажу вам его лапку. Мне кажется, болезнь уже не прогрессирует, улучшения тоже нету, но и прогресса болезни тоже. Так что вот так вот. Возможно, это из-за того, что он в воротнике и у него нету возможности облизывать свою лапку и распространять заболевания. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны животное очень сильно мучается, ему не нравятся в воротнике. Но я его специально не снимаю, чтобы он привык. Что делать? Дни 10 точно ему нужно ходить вот так вот. Вчера я здесь прибралась. Посмотрите, какой у меня здесь порядок, красота, лепота. Кстати, еще вчера купила вот такой декоративный скотч. Прикиньте, 4 штуки я купила за 1 монат. У меня были еще декоративные скотчики, которые я еще не израсходовала. Не так много, потому что я их использую, когда оформляю каталог. Но просто по такой цене я просто уверена, что не найду. Жалко, что цвета два одинаковых. Если было бы 4 разных, было, конечно, лучше. Разные были. Я решила взять те, которых у меня нету. Это синий и красный понадобится. Тем более за 1 монат это почти бесплатно. Сегодня я хочу наконец-то снять видео пустые баночки декоративной косметики. Получилось здесь не так много, как хотелось бы. Я смотрю подобные видео других блогеров и у них просто куча, там не знаю, 5-7 хайлайтеров за год. У меня закончился только один. Вот. Я начинала этот проект, получается, ровно год назад, в сентябре прошлого года. И сегодня уже пора закругляться. Наконец-то сегодня мамочка приезжает. Я позвонила маме и уточнила, во сколько именно она будет. Я думала, что обедать мы будем вместе. И даже начала готовить голубцы. Но мама сказала, что непонятно, сегодня вообще она приедет или нет. Таксист отменил ее заказ. Еще раз она ищет другого таксиста. В общем, посмотрим, как оно будет. Либо она завтра приедет, либо сегодня совсем вечером. Но раз мама к обеду не приедет, я думаю, хотя бы мукбанг сниму и сделала такой красивый макияж. Знаете, какие яркие глазки у меня получились. Дело в том, что вот эта палетка, она у меня уже заканчивается. И здесь только остались темные оттенки. А я хочу закончить абсолютно все. Поэтому начала экспериментировать с этими оттенками, которые раньше никогда не использовала. Я больше люблю что-то нютовое. Но я хочу закончить ее, эту палетку. И надеюсь, что у меня это получится. В принципе, неплохо так смотрится. И смоки. Возвращаюсь к вам спустя 4 дня. Представляете, 4 дня я ничего не снимала. И теперь хочу продолжить влог, который начался. Сегодня были такие небольшие покупочки. Я хочу их показать, немножко рассказать об этом. И, наконец-то, завершить этот влог. И завтра уже начинать новый. Как только я в мукбангах использую эту помаду, в комментариях я вижу кучу вопросов. Я уже всех задолбала, постоянно говорю про эту помаду. Это NYX of Matte Lip Cream в оттенке Абу-Даби. Я ее настолько хвалила в каждом видео, в каждом мукбанке. Вы восхищались, насколько она круто смотрится на губах. И теперь я столкнулась с проблемой. К сожалению, этого оттенка уже нигде нет. Обошла буквально все магазины. Есть другие оттенки этой же серии. Но именно оттенка Абу-Даби нигде нет. А он у меня уже заканчивается. Я даже сняла ограничитель, чтобы допользоваться до конца. Там на дне осталось совсем чуть-чуть. Сняла ограничитель, как вы видите. Пользуюсь вот этой вот кисточкой грязной. Ничего не осталось. Я решила сегодня сходить, и пока она не закончилась, купить помаду идентичной этой. Если даже не найду эту, хотя бы, чтобы помада была точно-точно такого же оттенка, как и эта. Это оказалось достаточно сложно. Сказать честно, мне было абсолютно без разницы, какого бренда это будет помада. Главное, чтобы оттенок был такой, текстура, чтобы была похожая. Я не хотела матовую помаду. Я хотела именно кремовую, просто в таком цвете. И я нашла. Посмотрите на эту красоту. Оттенок один в один такой же. Давайте сделаю сводч. Здесь у меня NYX. Я еще сделаю вам сводч, и вы просто не отличите, где какая помада. Здесь, правда, уже немножко стерлась. В общем, помады очень похожи. Здесь оттенок 84 от Jeff. Недорогая абсолютно помада. Очень красивая и лаконичная упаковка. Мне она очень понравилась. И цвет обалденно крутой. Если он мне подойдет, еще пару таких помад куплю себе и оставлю, как бюджетный аналог. Я, правда, нанесла без карандаша. Очень странно. На руке, кажется, один и тот же цвет нанесла на губы. Мне кажется, очень сильно отличается. Да, мам? Надо было чуть-чуть посветлее брать. Там, кстати, был и светлее. Но я сделала сводч. Вроде бы одинаково было. Один в один. Вот, пожалуйста, вам на руке сводч. Причем вот сверху у меня NYX of Matte Lip Cream. А внизу у Jeff. Она даже кажется светлее, но на губах кажется намного темнее. Но ничего, буду пользоваться. Посмотрим, как на мукпанках будет смотреться. Будет ли она стойкой или нет. Пусть в коллекции будет и такая помада. А вообще, мне надо взять Jeff на оттенок посветлее. Что еще я купила? Конечно же, тетрадки для моего бумажного канала. Самые обычные из них я делаю конверты. Просто использую как бумагу. Вот такие вот тетрадки. Самые обычные 12 листов. Здесь, по-моему, в первом пакете 30 штук. Каждая тетрадка стоила 15 копеек. Но они без рисунков. Вот эти, ой, я у вас взяла. Но, кстати, потом пожалела, что эти взяла. Они слишком тоненькие. Листочки очень-очень тоненькие. Они не будут хрустеть в видео. Ну, в общем, взяла так дофига. В любом случае они пойдут. Буду использовать их. Бумаги лишние не бывают. Так что оставляю себе на запас. Я как хомячок набираю всего и оставляю. Понадобится. Мой котик Твиксик, он на диете. И мы кушаем исключительно то, что прописал нам ветеринар. Она прописала вот этот корм от Уринарий. Точнее, это другая фирма. Просто серия Уринарий. Любого корма вот эта серия должна быть. Вот такой вот жиденький. Стоит 2,5 маната один. В день он один такой съедает с удовольствием. Ему очень нравится. Раньше я покупала роял Канину. Но там внутри кусочки. И эти кусочки он не кушает. Уже пришел дурачок. Уже знает, что здесь. Также для мамочки взяла краску для волос. От профессиональной серии Element. Взяла две штуки. В одинаковом оттенке. Это ее натуральный цвет. Каштановый. Оттенок у нас 4,0. Очень хороший цвет. Закрашивать седину просто идеально. И вот эта вот штука, как она называется. В общем, это перемешивайте вместе. Размешивайте. Кто-то нашел свой корм. Я вчера еще купить хотела ему. Просто так получилось, что этот магазин в воскресенье всегда бывает закрыт. Я просто поехала туда и вернулась обратно. Натура Камчатка от Натуры Сибирика. Вот такая умывалка. Она, кстати, подорожала за последнее время. Поэтому я решила взять сразу 2. 8 монат стоит одна из них. Хотя раньше стоила 6. Но все равно мне очень нравится. Очень хорошо очищает кожу. Правда, девчонки мне писали, после начала пользования корейской косметикой, там, ниши и все дела, нужно пользоваться двухфаской. Хорошо тщательно смывать макияж. Но мне очень нравится это средство. Это прям вот мой must-have. Купила набор невидимок. Не знаю, куда они деваются. Они, видимо, потом становятся невидимыми. Вот такой наборчик стоил 50 копеек. Здесь дофига. Еще взяла вот такие штуки. Но они мне нужны не для ногтей. Вообще они предназначены для ноготочков. Но я их использую для своего бумажного канала, когда делаю 3D наклеечки. Хотя вам сейчас покажу. Надеюсь, что они клево будут пересыпаться. Вот такая огромная бодиа. Стоила всего 1 монат. Покажу вам сразу на примере. Сегодня снимала распаковку. И вот здесь у нас такая 3D наклеечка. Видите эти штуки, которые внутри? Вот они у меня заканчиваются, эти бульонки. Бульонки я не нашла, поэтому решила взять вот такую вот альтернативу. Надеюсь, тоже будет пересыпаться круто. В дальнейшем для таких вот наклеек. Если вы не смотрели эту бумажную распаковку, обязательно посмотрите. И последнее, что я вам покажу. Я открыла новую карточку от Leobank. Видела очень много рекламы в YouTube. Решила загрузить приложение и заказать. Абсолютно бесплатная доставка. Привезли прямо мне домой. И вообще очень выгодная карточка. Куда хочешь, переводишь деньги без комиссии. Поэтому не сделала. Так что обращайте внимание на рекламу в YouTube. Очень много рекламы. Реально полезной и выгодной. Как не стыдно, Твикс? Смотрите, как он поворачивается, когда ему говоришь Твикс. Сейчас будем его кормить. Кормить мою радость. Он до сих пор, кстати, с воронкой. Уже который день проводим лечение. Сейчас покажу вам его лапку. Так, подожди. Пацан. Вот в таком состоянии у него лапка. Если честно, я особо улучшений не вижу. Ну не знаю. Но у него не болит лапка. Многие жалуются на подорожание в магазинах. Что хочу сказать я. На самом деле я тоже заметила, что на некоторые товары действительно ценник подскочил. Но не сильно. Все терпимо. В пределах разумного, так скажем. Вот. И еще я заметила, что появилось очень много альтернативы. И люди покупают эту альтернативу. Например, вот эти помады от Джефф. Их очень много. Разные цвета. И стоят совершенно недорого. Если, например, помады Пупа подскочили по цене люкса сейчас, да. То есть раньше они стоили вообще копейки. А сейчас Пупа стоит очень дорого. И я считаю, неоправданно дорого. На мой взгляд, опять же, вы можете со мной не согласиться. Эта помада, правда, покупка не очень удачная в плане цвета. Я немножко промахнулась. Надо было брать посветлее оттенок. А так, текстура классная. Мне помада нравится. Я к тому, что я увидела на прилавках, так скажем, в магазинах очень много новых брендов косметики, которые они продвигают, которые стоят не так дорого и неплохого качества. Например, там стояли тестеры тональных основ очень крутых. Появилось очень много корейской косметики, которая тоже стоит недорого. Если сравнить, например, 7 лет назад, когда я, например, училась в школе, и сейчас, какой выбор просто косметики огромный. Можно выбрать все, что угодно. Разных брендов и так далее. Раньше этого всего не было. Мне кажется, с каждым годом появляется просто такое изобилие декоративной косметики, да и вообще всего, всего, по любым ценам, по которым ты хочешь. Поэтому это, конечно, круто. Я не знаю, возможно, у меня детство в 90-х было какое-то очень бедное, но я помню, что у меня были одни сережки такие висячие, и я их настолько любила, я их так берегла. И у мамы тоже. Мама вообще сама по себе минималист. Я не знаю, у кого-то, возможно, в 90-х было до хрена всего, но сейчас я замечаю, что у людей даже среднего достатка, у бедных, у них до хрена всего. Поэтому сравнивая, например, свое детство и жизнь сейчас, я реально понимаю, что мы движемся в хорошую сторону. Сегодня погода была просто замечательная, такое офигенное настроение. Вот этим настроением хочется делиться с вами, передавать через экран.